Тебя связали кумачом и опустили на колени Сверкнул топор над балачом, а притопор тебя прочел Крамовый царь великий Кэмми В каком районе Москвы живете в Снегсипе? В Утро Хотите вопрос на внимательность по Москве задам? Да Сколько на Комсомольской площади вокзалов Московской железной дороги? И вокзал чего? Сколько на Комсомольской площади вокзалов Московской железной дороги? Три вокзала чего? Правильный ответ два Там всего три вокзала, а Московской железной дороги два Поскольку Ленинградский вокзал не является вокзалом Московской железной дороги Но это так Ярославский, Казанский вокзал? Ленинградский, Казанский? Ленинградский не является вокзалом Московской железной дороги Ладно, попрощий вопрос Вот станция Бутово, следующая станция какая? В ту и другую сторону В Кудресту Какая? В Кудресту От Москвы Щербенко В Кудрестка По центральному диаметру Щербенко А в Москву сбиться Бутово, Щербенко, Подольск Силикатно Сначала Силикатно Нет, подожди Сначала Силикатно Потом Силикатно Потом Подольск Щербенко, Силикатно Подольск Там еще Остап его появилась новая станция Короче, я забыл А в Москву какая Следующая станок В сторону Москвы От Бутово От Бутово? От Бутово? Да Это река Река Бица Река Бица Река Бица Здесь на этом перекрестке Река Бица Река Бица Река Бица Река Бица Слайдшоу идет Вы откуда? Я из Москвы А вы? Я из сторонка А в каком районе Москвы живете? В Москве В Москве В Москве Сейчас в смысле А вообще откуда? В Москве В Москве А говорите В Москве Я понял А какой самый большой Какой самый большой город в Московской области Знаете? Нет По вашему мнению Вот по вашему ощущению Какой? Я думаю Ну, Химки третье место занимает. Самый большой город в Московской области, Балаш, он таковым стал в 12-м году, лет 10 назад. А до этого 100 лет, около 100 лет, был самым крупным в Московской области и губернии, был иной город, который сейчас находится на втором месте. Какой город, можете предположить? Ну, я говорю, в течение 100 лет. Ну, включая и царские времена, самым большим городом в Московской области, был город, который сейчас занимает второе место. Какой это город? Не знаю. Город Подольск. В Покуре? Да. Вот. Это вообще ни о чем. В общем, ни о чем. Он, по-польшему, тичь, наверное, раза в полтора и долго. Да что вы сняли, что тичь и все живет в 256 тысяч. Ну, а в Подольске 382. Погуглите. Можно правильно. Проверяйте. Ну, плюс-минус 10 тысяч. Хорошо, ладно. Так, секунду. Балашки 526. Секунду. Да, 39 тысячи тоже. Ну, где там? Ну, вот. Не хотелось бы. Интересный мне человек. Ну, я даже помню стих из советского времени. И звон часов с Кремлевской главной, с Кремлевской Спасской башни по воздуху доходит до мытищ. У меня серия роликов, серии около 40 на тему географии Московской области. Если желаете, дам название канала. Заходите, посмотрите. Есть желание заходить? Дам название. Ну, давай. Сейчас напишу. Ну, здорово. Вот, копируйте. Русская часть названия. Потом ставите в поиск Ютуба. Тем плохо. Скопировали? Ну, ничего. Я так запомню. День плохо. Ну, сейчас запомните, а через час, может, забудете. Ну, ладно. Почему нет? Могу зайти. Заходите, заходите. Заходите. Я подожду, конечно. Заходите. Вечер? Да, в поиске Ютуба, да. Ну, смотрите, набираем. Нет, это у меня поиск. Нет. Три канала. Олег. Да, да, да. Да, да. Олег. Да, ну. И Пэндалум Олег. И Пэндалум Олег. И Пэндалум Олег. Куда подписать? Ну, подписывайтесь на Олег и на Пэндалум Олег. Пэндалум... Да, да. Вот, вот. Ну, на первый, на третий подписывайтесь. Для начала. Пэндалум Олег и Олег Денклуб. Второй, это как запасной там, славенький. Хорошо. Подписался. Да, да. Это смотрим, что там у нас. Видео. На том. Укроп-богеров. Видео было. И, так сказать, короткие встречи. Час рулем. Отвече. Эрудиции. Интеллекта. Да. Учителя. Очень интересно. Я вас подписал. Ну, спасибо, спасибо. Ну, так вот, если вас интересует, я могу вам разъяснить, вроде, почему Балашка так вырвалась на первое место резко, да? Это не от того, что там строительство примерно везде одинаковое, при одинаковом удалении от Москвы. То есть, нормально идет примерно одинаковая скорость. А знаете почему? Потому что правительство Московской области ведет какую-то разную политику по отношению к городам-спутникам. Допустим, Балашка, она позволяет поглощать соседние города и населенные помпы. Сейчас, если бы был такой город, железнодорожный все слышит, да? Не понятно, что ли? Вот. Сейчас у него нет такого города. Он поглощен Балашкой. Есть? Нету. Нету. Есть станция. Станция железнодорожная есть. Есть город, железнодорожный? Нету. Поглощен Балашкой, я вам повторяю. Можете проверить. Какой человек, дорогой? Ну, его, может, так и называют по старой памяти, но официально он поглощен Балашкой. Я там был в мире он завтра. Ну, так были, он и сейчас называется железнодорожный, но это считается городской округ Балашка. А, может. Ну, вот о чем речь. Есть город, железнодорожный. Он уже не называется город, он называется просто железнодорожный. Есть официальное железнодорожный, запятая, городской округ Балашка. Вот это так. А вот город, который занимал еще 10 лет назад второе место, сейчас откатился на восьмое, на седьмое, на восьмое. К нему правительство Московской области проводит абсолютно противоположный политик, чем Балашки. Он его постоянно дробит. И город уменьшается в населении, в размерах, по крайней мере, в территории. Какой это город, по-вашему? Химки. Нет, Химки не меняются. Город Люберцы. Ну, правда, вот. Ответ. Город Люберцы. Люберцы постоянно теряют территории. А как вы относитесь к тому, что Химки является Москвой? Химки, по-моему, является Московской областью. Зеленоград, Москва. А Химки? А еще нет. Ну, может, вот последние несколько месяцев я не следил. Химки-Ховрино, это Москва. Есть такой район в Москве. Химки-Ховрино. А город Химки, это город Химки, по-моему, так. Нет, Химки-Ховрино. Ну, спасибо за информацию, посмотрю. Это, может, случилось недавно, последние, вот в этом году, в 22-м, может быть. Ну, хорошо. У вас ко мне какие-нибудь есть вопросы? Да, я буду говорить, что я не буду. Информация у меня есть. Ну, окей, проверим. У вас какие-нибудь вопросы есть еще ко мне? Ладно, смотрите ролики всех благ. Пишите комменты. Спасибо. Спасибо за подписку. Есть здесь на этом перекрестке. А вы откуда, если не секрет? Я с Москвы. Родился в Петербурге, я живу в Москве. Где родились? А, в Петербурге. А, давно вы в Москве живете? По... С двумя приездами оплаты в Петербурге, по полгода, если считать. То, наверное, уже лет пять живу в Москве. Лет пять. А в каком районе, если не секрет? А, на Космосе тоже живу. А, ну, это круто. Тогда вам... Хотите вопрос на внимательность по Москве, я вам задам? Давайте. Сколько на Комсомольской площади вокзалов Московской железной дороги? Ну, это же площадь трёх вокзалов. Правильно. Так, ответ какой? Ну, три. Я же говорю на внимательность. Вокзалов Московской железной дороги. А, Московской железной дороги. Слушайте, не знаю, у меня не такое глубокое познание в железной дороге. То есть, я знаю, там есть Октябрьская железная дорога. Вот, правильно, правильно. Вы, как в Питере, должны знать, что Ленинградский вокзал не является... Это Питер больше. Не является, да. Не является вокзалом Московской железной дороги, это Октябрьская железная дорога. Значит, правильный ответ два. Возможно. Не считаю, что я это правда должен знать. Это всё-таки не моя какая-то профессиональная... Ну, естественно, естественно. Это, так сказать, ну, как бы, как бы, вот, человек из Питера бы это должен знать. Если бы он не из Питера был, ещё лажен. Ну, не считаю, не считаю дозорным это не знать. Ну, я согласен с вами, согласен. У меня вообще на канале много таких роликов по нюансам транспорта в Геограде и Москве. Если хотите, дам вам название канала, заходите, посмотрите. Есть же мнение. Пусть и давайте, может быть, посмотрю. Сейчас я вам напишу. Вот, русская часть названия канала. Копируйте, вставляйте в поиск Ютуба. Угу. 1659 видео. Ну, да, где-то так. Угу. Ну, прекрасно. Прекрасно. Ну, я вас сбил, может, это вам не очень интересна эта тема по нюансам транспорта Москвы. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, задавайте на интересующую Россию. У меня таких вопросов нет, я сейчас отталкиваюсь больше от собеседников. Мне кажется, что у нас интересы не совсем могут совпадать, потому что я работаю в IT, и сейчас все мое освободное время для того, чтобы развиваться в этом подправлении. Мне хочется, чтобы не связываться с этим подправлением. Я понимаю, раз вы IT-шник поддержать не можете, да. А вы учились на IT-шника или учились, может быть, по классической математике, а потом встали IT-шником? Нет, я вообще не учился на IT-шника и на математику, я тоже не учился. Я учился на менеджера, я руковожу IT-проектами. И сейчас параллельно сам изучаю разработку. То есть моя сейчас работа, кем я работаю, это PM, Project Manager, я управляю разработку мобильного приложения. А сам параллельно учу программирование на стеке Java, full-stack Java. Ну, я понял, я, платформа такая у меня на слуху, я слышал, правда, не очень разбираюсь в разнице. Ну, ясно, ясно, хорошо. А вот вам, вот как IT-шник должен ответить на вопрос, сколько будет дважды два? Ну, нет, сколько будет два плюс два? Как IT-шник должен отвечать на вопрос? Ну, IT-шника, независимо, IT-шник или не IT-шник, ответить четыре. Вы наверняка хотите меня подловить на двоичную систему? В двоичной системе нету цифра два, там, ноль и один. Да, ну, вот о чем я и говорю, что 2 плюс 2, вернется четыре, только в системах десятиличной, которую мы знаем, либо в системах, которые больше четырех. А если в троих системе, ну, в IT-двоичной, я понимаю, в IT-будет 22, насколько я знаю, насколько я понимаю. 2 плюс 2 будет 22, вдвоичной. В IT-нет цифры два. Ну, я понимаю, ну... В IT-двоичной, я понимаю, да, ну... Да, ну, хорошо, в троичной будет 0,1,2. Значит, ну, короче, 4 будет далеко не во всех системах. Вот, как, по-моему, должен IT-шник отвечать. Ну, ладно, это так, by the way. Хорошо. Я вам больше скажу, наверное, астрофизик ответит это вообще по-другому. У него 2 плюс 2 будет не 4, а там что-то приближенное к 5 из астрофизических величин. Ну, понятно. Понятно. А вот вам вопрос еще хитренький. Давайте. Ну, это не совсем по IT, но так вот на общие технические знания. Градус. Ну, вы знаете, это единица температуры, да? Да. Я вас не буду пахнуть про шкалы температуры, это уже не ваша специальность. Там есть кель, цельсий, фаренгей. Не, я знаю, что правильная вообще система градуса, это вообще по-моему, фаренгей. Цельсий был придуман для удобства использования. Правильная система, правильная система градуса научного, это Кельвин. Фаренгейт? Может быть. Фаренгейт, это британская система, которую американцы и британцы до сих пор используют. Ну, не все англосаксы, Австралия и Канада используют метрическую систему. Цельсий придумали именно для удобства, чтобы не оперировать с большими отрицательными числами. А Риамюр это старая французская система, которая использовалась в Российской империи. Знаете, когда большевики власти Кехли в 17-м году, они, кроме всего прочего, ходили по конторам, разбивали градусники с Риамюром, поскольку требовали кельки на Цельсию, и изымали изъятые буквы, такие как «Я», твердый знак из типографии. Да, я это могу понять, потому что Советский Союз пришел к власти, хотел стереть все наследие, российские империи. Понятно, зачем ты делал. Советский Союз пришел к власти только в 22-м году, а большевики в 17-м. То есть, 5 лет был большевизм до СССР, я бы сказал. Ну, я имел в виду, то есть, Советский Союз, я имел в виду все-таки большевиков, я понимаю, что там была еще гражданская война, в ходе которой потом большевики пришли к власти, и образовался Советский Союз. Я это знаю, да. Да, да. Я питербурженц, я не могу не знать историю. Да. И литературу. А в каком числе началась Первая мировая война? Ой, слушайте, вот тут меня подловили, да, ты не скажешь, Первая мировая, когда началась. А год, ну год, год, скажи. Год, 17, по-моему, да? Нет, 14-й год. 14-й год началась, в 17-м это Россия вышла из войны. Да, 1-го августа. Да, 1-го августа. Ну, хорошо, спасибо за беседу. Ну, вам тоже спасибо. Буду рад видеть вас на своем канале, заходите. Ну, наверное, если я попрошу меня не выплатывать, это не имеет место быть, вы все равно выложите, да? Нет, я записывал, а что, у нас интересный разговор, а что вы так против? Вы очень достойно побеседовали, я выложил некоторые цены научные, которые интересны моим зрителям, что вы так стесняетесь? Ну, слушайте, нету какой-то критичности, естественно, выбор вам, у меня не такая ядная действительно позиция. Просто, если можно не выкладывать, я буду предназначен. Я не особо публичный, не веду никаких соцсетей, мне просто не нравится. Ну, если хотите, я вас выложу с закрытым лицом. Слушайте, да, выбор предназначен. Ну, я там, да, все, спасибо большое. Будет с закрытым лицом, всех благ, до свидания. Естественно, на этом перекрестке... Откуда вы, я не понял, еще раз. Из Москвы, пробуйте. А город какой? Барашка. Солидно. А какой самый большой город в Москве? Какой самый большой город в Москве? Ну, я не знаю. Вот ваш и есть. Не знаю, Красногорск, наверное. Ваш и есть, чего же вы так-то, не патриот своего города. Ваш город... А кто говорит в Украине? Ваш город с 2012 года самый большой город в области. А до этого лет сто был самый большой город в области губернии, тот, который сейчас занимает второе место. Какой это город? По-вашему. Ну, я не задавался таким вопросом. Не, ну, по-вашему ощущениям, у меня же три экзамена. Вы можете сказать просто ощущения свои, а не... Я же сказал, может Красногорск, может Пинки. Красногорск мелкий город. Город Подольс. На будущее, знаете. А, Подольс. Ну, хорошо, спасибо. А вы-то откуда? Торонто. Откуда? Город Торонто. Слыхали? Это Штаты? Не, не Штаты. Слыхал, слыхал, но у вас, в общем-то, значок Россия. Да, значок у меня Россия, ВПМ. Это... Торонто это не Штаты. Ну, ладно, это не важно. Вот. А... Я просто... Если вы так заинтересовались, я могу сказать, что правительство Московской области очень благоволит к вашему городу и позволяет ему поглощать соседние города. Да, именно за счет чего он стал самым большим городом. Вот город Железнодорожный поглотили. Вы в курсе? Что раньше был это отдельный город? Сейчас ставим. Ну, не знаю. Железка от нас вроде далеко. А? А в чем Зеленский? Железка далеко. Железка? Железка. Ну, мы Железки... Железка у вас проходит ветка. Атриутова до Балашки. Как-то... У вас в городе есть Железка, только она боковая ветка. Мы Железнодорожный называем Железкой. А! Пардон. Я сам ступил. Согласен. Ну, далеко-недалеко это сейчас ваш город. Он находится в юрисдикции города Балашки. А, кстати говоря... Я как... Ну, ладно. Вот такой вопрос. До 80-х включительно называли Балашки. Балашиха. Правильное было ударение. Балашиха. А с 90-х пошло Балашиха. С чем это связано? Не знаю. Я все время Балашиха называли. Ну, вы всю жизнь в Балашихе живете? Ну, сейчас скажу, с какого года. С 85-го. Ну, вот. Где-то в 80-х ее называли Балашиха. Равно как ее называли Реутов. Именно, Реутов называли. Ну, это принципиально. А сейчас Реутов. Это принципиально? Это интересно. Но если вас что-нибудь из принципиального интересует, задавайте вопрос. Будем на принципиальный вечер. Ну, я... Нет, нет. Вы за... Нет, нет. Я понял. Вы занимаетесь? Вы на пенсии? Ну, почти на пенсии. Оформил пенсию. Пришел аппроводинг, но еще не на пенсии. Это вот у вас, с правой стороны от вас, это окно? Вот. Вот это вот? Да. Нет, с правой стороны от вас. Это слайд-шоу идет. На стене от проектора. Ну, я понял. Если хотите, заходите на мой канал. Дайте название, если желаете, заходите. Ну, у нас одна родина, Советский Союз. Ну да. Вы откуда? Где живете сейчас? Москва. Москва? А в Москве в каком районе живете? Бережковская набережная. Круто. Дорогой район. А вот вам вопрос на внимательность по Москве. Сколько на Комсомольской площади вокзалов Московской железной дороги? Давайте так. Не верите, не доверяйте. Я вам верю, что вы живете на бережковской дороге. Нет, давайте так. Я согласен. Но попытка ставить стойло, в твоем условии где вставать. Хорошо, не желайте, не отвечайте. У вас, может, вопросы есть интересные. Ну, судя по попыткам, поставить собеседника определенные нормы нету? Доброго вам всего? Ну, всех благ. А за себя он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит. Почему же тогда в утилитарном государстве, правильно, утилитарное государство? Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. Воронеж передали в 1922 году в Воронежской области. А в 1922 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще. Ну, ищих в соседней стране. 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Не надо испытывать головы под оранжевыми знаметами. От Хайкова до Гиева 480 километров. А до границы с Россией 40. Давай, страна огромная. Давай, надмертный бой. С нашим силой немною, оранжевой чумой. С нашим силой.